Я сегодня хочу продолжить наше изучение подхода Рава Бройера и то, как мы можем его использовать для понимания ситуации в современном мире, может быть, или вообще устройства мира, устройства Тары и так далее. И это касается его подхода, который называется подход спектов пхенок, подход качеств, что Тара во многих местах описывает ситуацию с нескольких точек зрения в нескольких различных качествах или мерах управления миром. С точки зрения Всевышнего, как мы и говорили, первые две главы, одна была в мере милосердия, а вторая в мере суда. И это параллель проходит через всю Тару, и не только этим отличаются иногда различные стороны одной и той же истории, которые пересказываются по-разному. Иногда бывают еще дополнительные какие-то качества, которые проявляются в каждой из историй. В данном случае мы сегодня посмотрим историю исхода Авраама с этой точки зрения. Я основываюсь на статье Рава Бройера, но то, что называется тайна сжатия, приходится очень конспективно передавать его идеи, не вдаваясь в подробности. Как с точки зрения анализа, очень подробного, который он делает, так и с точки зрения выводов, может быть, различных, которые он делает. Но я попробую конспективно изложить основную идею. И буду рада, если вы выскажете тоже какие-то свои соображения по этому поводу. Натан, ты мне не дал прав. Бесправная женщина. Это у нас Ближний Восток, нормально все. Есть права, все. Спасибо. А, извините, это у нас не совсем там, где надо, но сейчас я его откручу туда, где надо. Она мне мешает, да? Секунду, я просто прошу прощения с этой самой совладательностью, она мне не дает. Вы видите вообще то, что я… Да, тебя видим. Не, не меня. Текст видим, текст видим. Текст видите, да? Я вижу текст. Да? Ага. Так, сейчас мы его, к сожалению, не очень он управляем, но сейчас я попробую. Вот. Итак, мы рассматриваем сегодня выход, поднятие, скажем, восхождение Авраама в землю Израиля. Сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, от родни твои, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Это всем известно. Так начинается наш недельный раздел указания Всевышнего Митцва, заповедь данной Аврааму, чтобы он направляющий его в землю Хананскую. Здесь даже не сказано, куда конкретно, а вот в землю, которую я укажу тебе. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет при выходе из Харана. И взял Авраам с сарая, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все достояние, которое они прибыли, и души, которые они прибыли в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. Мы тут видим повторное описание одного и того же действия. Одно, как мы видим, какое из них – это реализация исполнения того, что Бог заповедовал Аврааму. В каком стихе? В каком стихе? В первом? В 12.4, да, в первом стихе написано. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, исполнение заповедей. А второй стих, как будто совершенно первого стиха не существует, описывает, что они сделали, независимо совершенно от заповедей. И он взял жену, и Лота, и так далее, и все достояния, о котором в первом не сказано, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую. И действительно, они вышли, чтобы идти куда? Не в землю, которую Бог ему указал. Они знали, куда они шли. В первой части они не знают, куда они идут, как бы, в землю, которую я укажу тебе. А во второй части они знали, куда они идут. Они идут в землю Хананскую и пришли в землю Хананскую. И вот эти два аспекта, они отражают, как бы, два пути Авраама в землю Хананскую. Конечно, восхождение было одно, а не два. Тем не менее, в нем есть два различных совершенно аспекта. Один – это аспект исполнения воли Всевышнего, а второй аспект – это продолжение того пути, который вначале собирался пройти Тераха. В конце прошлого недельного раздела мы об этом уже говорили в прошлый раз, когда мы говорили, Дима рассказывал про Тераха. Но сейчас мы посмотрим на это подробно, как было написано. И взял Тераха, Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и сарай, невестка, свою жена Авраама, сына своего. И вышли вместе из-за Казима, чтобы идти в землю Хананскую. Я здесь не исправила, неважно. И дошли до Харана. И поселились там. То есть он мне доделал Тераха то, что он собирался сделать. Он собирался дойти в землю Хананскую. И тут мы видим очень похожий текст. То есть явно он показывает, что эти две вещи связаны. Так же, как Терах хотел сюда дойти, его же дело продолжил Авраам. То есть он не остановился в Харане. После того, как он был в Харане, он взял жену свою и Лота, сына брата своего. Очень похоже, только порядок другой. Ну, понятно, Лот, он как бы ближе к Тераху, поэтому он идет раньше, может быть. И все достояние о нем не сказано. Про Тераха об этом можно отдельно осудить. Почему здесь сказано, почему нет. Мы этого сейчас не будем касаться. И вышли для чего? Чтобы идти в землю Хананскую. Да, очень похоже. И пришли в землю Хананскую. То есть тут мы видим, что они там дошли до Харана, а тут они пришли в землю Хананскую. Замечательно. Теперь, значит, перед нами два вот этих восхождения. И каждое из этих восхождений в нем чего-то не в порядке. Если мы сейчас находимся на этом пункте, мы посмотрим, чего не хватает по сравнению. Здесь есть лишнее достояние, но неважно. Это можно понять, почему у них есть достояние, потому что они собираются прийти в Ханан и здесь поселиться. Но не хватает некоторого этапа, который есть в пути Тераха, и которого нету в пути Авраама. Там написано, и дошли от Дахарана, и поселились там. А тут они пришли в землю Хананскую, и все. И нету поселения. Есть некоторая недосказанность, недоделанность в том, что Авраам пришел в землю Хананскую, в землю Израиля в будущем, и пока до сих пор он еще не поселился здесь. И мы видим, что он идет сначала в Шхем, потом он идет в Бетель, потом он идет в Хеврон. Нет, Хеврон он потом идет, после того, как он сходит в Египет, после Голова. Он уходит из города в город и как бы ищет себе место, где ему правильно поселиться. Он не поселился там окончательно. И это некоторый пункт, который недоделан, которого не хватает. Соответственно, и в его восхождении по повелению Всевышнего есть некоторая неправильность. Кто может сказать такая? Что сказал Господь Авраам? Уйди из земли твоей, отродни твоей, из дома Отца твоего в землю, которую укажу тебе. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел он. Вот в чате Евгений написал, что он взял с собой родственников, а ему было сказано уйти от родственников. Правильно. Есть тут нечто не совсем верное. Тут есть нечто лишнее, что он взял с собой лод. И это вещи, которые на самом деле не доделаны и должны как-то потом реализоваться в процессе уже жизни и хождения Авраама в земле Израиля. Как-то оно в конечном итоге реализуется. Вопрос в том, интересный очень вопрос, о котором говорит Раф Бройер, почему Терех вообще стремился к Израилу. И в этом смысле очень интересно, какой он ответ дает. Раф Бройер, как по своему подходу, он очень рационалист. Он анализирует тексты, он используется методами библейской критики, методами исследования текста. Он рассматривает их структуру. Вполне такой рациональный подход. Но иногда совершенно неожиданно, он дает какие-то совершенно нерациональные объяснения. Мне это объяснение очень понравилось. Раф Бройер говорит, что в глубине души Терех ощущал влияние и притяжение земли Израиля из-за того, что потом в будущих поколениях в ней будут жить много лет его потомки, они будут связаны с этой землей. То есть поразительная такая штука, что оказывается, что будущее, которое является предназначением потомков Авраама, оно влияет на ощущение, на внутреннее какое-то тяготение Тереха к этой земле. В принципе, это совершенно отдельная тема, может ли будущее влиять на прошлое. И я даже, у меня какая-то лекция на эту тему была. Один раз, по-моему, я читала. О том, в каких аспектах действительно бывает влияние будущее на прошлое. Про это есть много у Рава Кука, про то, что будущее в одном состоянии посылать какие-то сигналы в прошлое. И в иудаизме очень много есть намеков на такие вещи, на то, что не всегда причинно-следственная связь. Это единственное, что направляет историю. Например, некоторые события происходят ради того, что, может, Бог выводит евреев из Египта не потому, что они такие уже хорошие, а потому, что из них там собирается сделать народ, что это возможно. Ради будущего. Кроме того, Тшула, например, в состоянии как бы изменить прошлое и так далее. Но это отдельная тема совершенно. Но мне очень понравилась вот такая идея, что в душе Тераха уже как бы горел этот огонь будущего. Он осознавал, что нужно вернуться, что нужно прийти в Ханаан. На самом деле есть и другие, конечно, объяснения, почему он хотел пойти в Ханаан. Есть объяснение такое, что это была наследственная земля Шема. Они там жили изначально, семейство Авраама, только потом они были захвачены потомками Хана, и им пришлось там переселяться в Урказдим. Но само по себе, вот поэтому, именно потому что Раф Броэр приводит такое объяснение, но я думаю, что оно немножко будет понятно, почему он идет по этому пути и с дальнейшим. Далее мы посмотрим, что происходит между Авраамом и Лотом, когда они расходятся. Мы видели, что Лот тут как бы изначально оказался присоединен к Аврааму. И как бы изначально, потому что Бог, во всяком случае, в этом вхождении. В целом, в том вхождении, когда он идет, продолжая путь Тарах, это нормально, что он берет с собой Лотом. А вот в идеологическом смысле, когда он выполняет повеление Всевышнего, тут он не должен убрать с собой Лотом. И в какой-то момент это приводит к разделению. Каким образом это приводит к разделению? Опять тут есть как бы две причины. Не хватало им земли для них, чтобы жить вместе, ибо имуществу их было велико, и они не могли жить вместе. Понятно. Их было очень много, очень много скота, они все не помещались в том пространстве, в котором нужно же для скота определенное пастбище, пастбище там, такое довольно большое пространство нужно, если очень много скота есть, а им не хватало. Можно понять, и поэтому пришлось разделиться. Тут же есть и вторая причина. И спор был между пастухами скота Абрама и пастухами скота Лотом. Вторая причина совершенно не связана с первым. То есть можно их связать, сказать, потому что им было тесно, а они поссорились. Но на самом деле это же понятно, что если тесно, значит, нужно немножко разойтись, ссориться не обязательно. То есть сами по себе причины, они разные. И вот то, что Абрам взял с собой Лотом, в результате приводит к тому, что есть ссора между Абрамом, между пастухами Абрама и пастухами Лотом. И оказывается, что они не могут жить рядом. И на самом деле это тоже некоторый портатив идеологических вознагласий в земле Израиля. Об этом можно подумать. Я не собираюсь очень подробно эту тему обсуждать. Но оказывается, что когда у нас есть всякие идеологические разногласия, тоже можно их разделить, возможно, на две группы. Одна группа, что нам не хватает места вместе. Мы тут не уживаемся. А с другой стороны, что у нас могут быть какие-то разногласия по поводу, может быть, материального или прочего распределения ресурсов в земле Израиля. Почему вы служите в армии, почему вы не работаете. Это как бы претензии, касающиеся материального. И другой тип претензий – это ссоры. Реальные ссоры, когда невозможно ужиться с противоположной идеологией. Мне, в принципе, ты не нравишься. Я не хочу с тобой вместе рядом на одном поле скотности. И вот такие вот трения возникают, когда под одной крышей две различные идеологии оказываются в земле Израиля. И в результате приходится им расстаться. И сказал Авраам Блоту, да не будет раздора между мной и тобой, ведь между моими пастухами и твоими, ибо мы люди родственники. Им приходится разделиться для того, чтобы предотвратить раздоры. Потому что Авраам действительно не… Его идея же в принципе объединяющая. Он ходит, возвещает имя Всевышнего, всех собирает под все нишхины, да. А тут оказывается, что между ними, между родственниками, тем не менее, есть раздоры, и надо его как-то предотвратить. Предотвратить можно, если они разойдутся. И вот вся земля перед тобой, отделись от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. И вот отделяется он… Тут, опять же, есть два аспекта, но я тоже не очень хочу в это углубляться и подробно объяснять. Один аспект, что каждый находит себе какой-то район жительства. Один, он говорит, он увидел аспект окрестности Ордана, что она наполнена, да, и избрал себе лот всю окрестность Ордана. Вот выбрал район, в который он будет жить. И отделились они друг от друга. А Авраам поселился в земле Хнаанской. Тоже район указан. А Лот поселился в городах окрестности и раскинул шатры до с дома. То есть есть два аспекта. Один, я выбрал район, который мне подходит, а другой, я выбрал место, в котором я уже действительно поселился. И далее через несколько стихов сказ, додвинул Авраам в шатер и пришел, поселился в Дубрамах Мамрея, что в Хевроне, и построил там жертвенник Богу. То есть, наконец, после отделения от лота он завершает. Тут завершаются два этапа. Во-первых, завершается вот эта духовная лия по указанию Всевышнего. Он отделяется от лота. То есть, он ее совершает так, как и нужно было сделать, по приказанию Всевышнего. А с другой стороны, он завершает ту лию, которая должна была быть продолжением пути Тераха, то, что он находит себе место жительства. Он поселяется в ней. То, что он не сделал дайте. Ну, и после этого есть уже, после того, как он отделился от лота, мы знаем, Всевышний обращается к нему, обещание земли и обещание потомства. То есть, это как бы подчеркивает то, что круг этот завершен, и две эти самые восхождения, два восхождения, они приходят, реализуются в полной мере. Я хотела тут прочитать, мне очень понравилось, я перевела два довольно больших абзаца из Рава Бройлера, мне кажется, они очень важны для понимания это я еще хотела потом немного сказать о смысле вообще того отделения от лота и вообще о смысле разделения постоянного, которое происходит, но это может быть в конце. А тут я хотел дополнить, завершить эту тему двух восхождений, словами Рава Бройлера. И представляете, что эти два аспекта восхождения Абраама осуществлялись сразу, но им было суждено также реализоваться из поколения в поколение. То есть, не просто так мы рассмотрели два различных качества, две различных стороны восхождения Абраама, но это очень важно понимать, что обе стороны эти есть, потому что из поколения в поколение тоже это реализуется в разных людях, в разных восхождениях. Ибо дела отцов знамение для сыновей. И восхождение Абраама в землю Ханаан продолжало путь для всех его сыновей после неба. И все заблудшие изгнанники во всех землях растения знают или чувствуют, что за ними не признают право на место там, где они находятся, и в будущем они вернутся в землю, которая была дана им в вечное владение. Однако это осознание не у всех одинаково. И причины приезда в землю Израиля многочисленны и разнообразны. Экономические трудности, угрозы жизни или преследование правильозным мотивом могут побудить детей Абраама покинуть землю своего изгнания. Однако, когда они ищут убежище в своих бедах, они обращаются к земле Израиля, потому что они чувствуют в глубине своего сердца, что это единственная земля, в которой они найдут покой. То есть есть некоторая иррациональность движения, которая толкает их к тому, чтобы, убегая из места или уезжая от места своей прежней жизни, тем не менее выбирать Израиль. И они чувствуют, что связаны с этой страной даже тогда, когда им непонятен характер этой связи. То есть, но есть также более возвышенные люди, которые слышат голос Бога, говорящие им «Уйди из земли твоей, отродни твоей из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Ненужда, ни опасность для жизни, ни преследование прелигиозным мотивом изгоняют их из чужих стран. И нерасплывчатая национальная связь связывает с землей их национального протива. Напротив, они восходят в землю своих отцов, потому что, поступая так, они исполняют западь Всевышнего. Всевышний сказал им «иди», и они идут, как сказал Господь. На самом деле, в Лоте, различных людях эти мотивы, они как бы более сконцентрированы. Потому что Лот, он стремится, в принципе, просто к нормальной, благополучной жизни. И он выбирает себе дом, как место жительства, потому что там благосостояние хорошее. А он выбирает себе духовным центром хеврон. Мы знаем. И вот эти два мотива, они, значит, существовали и тогда, и сегодня они существуют. И мы видим разных людей, которые одни идут по стопам Авраама, другие, скажем, по стопам Лоте. Но это не только так, что один это Лот, а другой это Авраам. В самом Аврааме есть эти два аспекта. И поэтому восхождение Авраама включает в себя два аспекта в самом Аврааме. Ибо Отец народа несет в себе души всего народа. И поэтому он должен сам совершить то, что его сыновья будут совершать после него. Основываясь на этом, мы можем понять важную вещь о смысле восхождения в Израиль. Не только восхождение благочестивых и праведных, которые восходят в Израиль, чтобы соблюдать заповеди Всевышнего, соотносятся с восхождением нашего братца Авраама. Но все дети Авраама, которые эмигрируют в эту землю из-за смутного ощущения, что их притягивает к ней узор любви, они тоже идут по стопам нашего отца Авраама. И те, и другие обретут на земле Израиля близость к Господу. Первые строят жертвование Господу, как только приходят с земли Израиля и призывают имя Господа, как Авраам. А последние, можно сказать, еще не слышали голоса Господа, но они поднялись в землю, повинуясь движением своего сердца. И Бог заключит свой завет с ними и даст им земли и их обитания, чтобы они были их Богом. То есть, это поразительно, мне тоже кажется, такое видение Рау Броева, значение двух этих аспектов движения Авраама, которое отражается на наших сегодняшних восприятиях земли Израиля разными людьми совершенно, которые приехали сюда по самым разным причинам. Не все здесь остаются, не все слышат, в своем сердце ощущают эту любовь, эту непонятную связь, то, что их притягивается. Но большинство, которые приехали из самых разных соображений, из экономических соображений, потому что их не пустили в Америку от этого или от другого, в конечном итоге они так или иначе, мне кажется, слышат голос Бога, становятся частью Авраама. вопрос, который еще разбирает Раф Бройер довольно подробно, но я только в общих чертах скажу пару слов о нем. Зачем вообще нужна эта вся история с Лотом? потому что мы поняли, что в соответствии с одним аспектом он должен был его взять, он продолжал движение Тереха, но с другой стороны он ему мешал в каком-то духовном смысле. И для того, чтобы восполнить это духовное поднятие, ему нужно было от Лота отделиться. зачем тогда вообще этот нужен Лот, если от него нужно отделяться? И на самом деле Раф Бройер подчеркивает, что очень длинный процесс отсеяния происходит в еврейском народе. У Авраама не все дети продолжают его духовный путь, и у Цхак не все дети продолжают его духовный путь. Все время происходит какое-то отделение, уточнение, кто на самом деле будет наследником, кто будет воплощать задачи, которые Бог ставит перед народом Израиля, и кто продвинет человечество к исполнению задачи, которые поставлены перед всем миром. И кажется, что все время происходит вот такое разделение, все время мы кого-то отодвигаем, 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 но Раф Бройер подчеркивает, что на самом деле это только некоторый первый этап, на котором происходит уточнение роли каждого, каждой ветки, каждого направления. Еврейский народ должен понять свои задачи, другие народы, как Ишмаэль или Идом или Лот, они тоже должны прояснить свои задачи, и все народы точно так же они разделены, это вот разделение начинается с Вавилонской башни, когда все народы разделены, но они разделены не в принципе, потому что надо разделиться, а главная идея в том, что в конечном итоге каждый народ, каждое ответвление, оно найдет свое правильное место, и потом все они будут объединяться в общей идее служения всевышнего и исполнение его воли в этом месте. То есть это как сказал один геминистический деятель, прежде чем объединиться, надо решительным образом размежеваться. Это поразительно, что такие правильные идеи иногда находятся или высказываются в очень странных местах, тем не менее они от этого не становятся неправильные. Все? Окей. Господа и дамы, есть вопросы? Я слышал Раф Шерки, он проводил такую линию, что Терракомун назвать первым нерелигиозным хианистом. В общем, это оно и есть, да, фактически. Скажем так, эта идея, она может высказываться в разной форме и быть выведена из разных вещей. Мы сейчас видели, как выводит Раф Бройер из факта того, что эта альяна как бы у Авраама распадается на два, на две части. Можно смотреть у него под разными углами. И это отражает два потока альи, скажем, в будущем. Ну да, потому что странно, Порошат Лех Леха, мы ее всегда связываем с Авраамом, правильно, традиционно. Он начинается с того, что с Террак, вообще говоря, пошел. Совершенно верно, да. Допустим, что тут еще важно в этом рассмотрении, которое я привела, то, что Террак был нерелигиозный сионист, он даже не добрался до земли Израиля, остался в Америке, не доехал. Таких тоже очень много. Но главное подчеркнуть, что у Авраама тоже есть этот аспект, он продолжает делать Террак. Он, с одной стороны, нерелигиозный сионист, с другой стороны, религиозный сионист. Он несет себе два этих аспекта, и все его потомки, они тоже их как бы несут, мы в том числе. То есть у нас это есть некоторое разделение может быть фактически между такими людьми и другими, но на самом деле это все мы потомки Авраама и все мы продолжаем его делать. Окей. Господа и дамы, есть вопросы замечательные, либо мы переходим. Есть вопрос у меня вот такой. я как-то не понимаю, откуда берется вот такое сионистское измерение у Тераха, поскольку он был в общем-то даже антиподом своего отца, его отец занимался изготовлением мидлов, я не знаю, насколько он сам там верил, не верил, но он это делал. и Авраам как бы у него даже была ссора с отцом, как это известно по Агаде, когда он разбил эти все фигурки и все такое. Мы сейчас говорим про простой смысл. В простом смысле писания этого ничего нет. Можно очень важный вопрос задать, что хотели нам сказать мудрецы, когда они такой мидраж Агада приводили. Согласовывать мидраж Я понимаю, но я Это может быть совершенно другое видение проблемы. Когда они строят такой мидраж, они, видимо, по-другому, как всегда. В писателе у нас очень много лакуумов, и мы можем достроить эту историю разными путями. Достройка, как Раф Шерки сказал, которая опирается на анализе текста, которую я привела. Это одна достройка. А другая достройка может построить другую ситуацию, когда действительно человек Вы мне позволите, я ее выскажу, как я это понимаю, и вы тогда сможете сказать, насколько это все. У меня был только передо мной текст и Раши. Я иду просто попшат из текста. Террак вышел из-за того, что пришел к власти Немрод, и всякие этот плюрализм и изготовление всех идолов, там у него не было порносы. Он немножко поработал над этой башней. Это не текст. Вы сказали, что хотите от пшата. В пшате ничего такого нет. как нет. Это Раши говорит, что он ушел из-за Немрода. Раша приводит над Раши года. Я уже дополняю, чем ему Немрод мешал, как мы можем это объяснить, что ему Немрод мешал. Он ушел действительно в Канаан. Почему в Канаан сразу сказано? Потому что очевидно Канаан славился тем, что там много было и два поклонников и там можно было сделать хороший упор на суд. У меня на фоне текста все время. Но он дошел до Харана и увидел, что он вполне тоже может подзаработать и решил остановиться на этом. Я в нем не вижу никакого сиониста в таком подходе. Я поняла, вы нарисовали другую картинку. Я хочу дорисовать до конца, если мне позволите, чтобы я пущу ваше. Это по-моему не относится. Давайте вчера. Мы говорим почему как Авраам оказался. самое главное. перехожу к Аврааму. В чем тут проблема. Как я понимаю, конечно. Конечно, я по ним не это рано, а вот это из таких простых подходов. Как это можно истолковать. Авраам, то, что сказано, Авраам, то есть обращаясь только к Аврааму, ясно, что Авраам это не просто, он уже отец, он уже как бы отец в том смысле, что он хозяин, у него жена, Лот привязался к нему, и он здесь главное то, что Авраама хесит, и он не мог прогнать Лота, и не мог сделать ничего по-другому, кроме того, что у них были души, которые он сделал, то есть он пропагандировал уже тогда свои взгляды, свое понимание Всевышнего, и все эти слуги, и все это был единый дом, пришел вместе со своим домом, а Лот он был к нему привязан, мы знаем, что Лот с самого начала привязался к Аврааму, и он из-за своей доброты он его взял, а главная проблема у Авраама, как это известно, вот если вы слушали щит Авраама, в чем там он заключается, что он слишком добрый, ему нужно как-то эту свою доброту направлять, ограничивать, и именно для этого Лот он продвигается по этим ступеням, после Сару он еще низко ступеней, пока он не доходит до Акиды, до высшего гармонии этой Гуры и Хесит, и таким образом получается, что Авраам он как бы не он идет действительно по своим ступеням, то есть то, что он оставил отца, вот есть такое тоже у Раши, мнение, почему объясняется как текст именно, почему именно так построен, почему упоминается смерть Тераха и так далее, очевидно, к тому времени, когда он ушел, когда он был готов уйти, чтобы не нарушать эту запись, потому что такой добрый человек, как Авраам, не мог нарушить эту запись, я так это понимаю, Всевышний конечно, учат этой доброте, но очевидно, он вряд ли... В чем вопрос? Вопрос в том, что когда он отправился, уже эта башня была разрушена вавилонская, и Терах мог спокойно вернуться, там его родственник, он мог вернуться в Урказдиб, то есть нет никаких проблем с Авраамом, с его, так сказать, добротой, вот, а в истории с Лотом, действительно, тут оказывается, что он, Лот, хотя он был учеником Авраама, он как бы предпочел, он не достиг такого уровня, он предпочел как бы материальное... Эмиль, я понял, но все-таки, знаете что, давайте сделаем так, мы как бы, мы с вами не первый раз знакомы, нам надо определиться, я просто скажу как бы в одну фразу, если люди задают вопрос, а есть люди, которые выдают некоторые концепции, пожалуйста, записывайтесь, мы вас с вами послушаем, но у нас сейчас как бы рамка вопросов, это же не вопрос, вы изложите этот концепт? Ну, это на фоне, да, понятно. Окей, хорошо, все, замечательно, я думаю, что более правильно, на самом деле, как бы, для того, чтобы вы не сидели, я, например, не очень понимаю, Нахама сделала некоторую концепцию, правильно? На мой взгляд, сейчас как бы не надо выставлять другую концепцию, все то же самое, но сформулировать в каком-то одном-двух вопросе, мы будем продвигаться дальше, окей? Может быть, в рамках того, что я сказала, может быть, еще какие-то идеи есть, вполне может быть. Есть вопрос, как это еще применено? Я технический вопрос хочу сказать, что, в общем-то, когда учат Пороша Шево, то есть, то, что Швейн понимает Тара, то как бы, как раз весь интерес, по-моему, именно в том, чтобы показать какие-то другие возможности, концепции, чтобы их сравнивать, потому что, по-моему, высказывание... Окей, я понял 100%, давайте в следующий раз, пожалуйста, обратитесь, найдите меня, напишите, скажите, вот у меня есть такая штука, я хочу изложить. Ну, вполне как бы, найдем время, скажем. Я не знал тогда идею Бройера, я же говорил, что я этого не знал. Ну, в том-то и дело, что к идее Бройера это никакого отношения не имеет. Нет, это отношение в том, что это одна тема. Эмиль, я дико извиняюсь, я, во-первых, спасибо. На эту тему еще миллион комментариев, миллион медрошей. Давайте откроем сейчас перешить раман и прочтем все комментарии, есть вопросы в чате, секундочку. Окей. Во-первых, спрашивает Игорь, вопрос, почему не вернулся в Урказдимло? Почему Лот не вернулся в Урказдимло? Секунду, 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 тут есть вопрос, ты направо, я налево. Было ли Аврааму все равно? Вот интересно, что этот вопрос действительно Бройер разбирает, и он отвечает на него, поскольку Авраам пришел к Лоту, и он ему это предлагает, он ему предлагает на выбор, делать выбор самому первому. Опять же, тут проявляется, как Эмиль сказал, Хесед Авраам, что он готов взять то, что осталось. Мы должны с тобой разойтись, ты выбирай. Поэтому право первого выбора было у Лота, как мы видели. Да. Так, хорошо, это мы отбили. Один момент такой, одну секунду, что почему ссора и все продолжается тема разлада между братьями, как это началось бы решить. Вот это продолжение темы длится до Юсефа и Иуды. На самом деле тут же нет. Ссора не между Лотом. Это не ссора, да, но это конфликт. А между их пастухами. Как бы интересно, что, между прочим, это интересный очень вопрос. Мне только сейчас в голову пришло. Я как бы об этом думала раньше, но не сформулировала. Что, может быть, между самими не всегда так бывает, но между руководителями каких-то идеологий в принципе нет никаких разногласий. Нет ссоры. Есть разногласия. Один думает так, другой думает по другому. Как, например, Гилей Лешамай. Они более-менее между ними были приличные отношения. А вот их ученики уже очень сильно конфликтовали, как известно. И так бывает и в наши дни, что сами лидеры, например, они понимают, так сказать, они близкие люди там могут быть или понимают важность мнения другого человека, а уже их ученики или их пастухи они начинают между собой конфликтовать. Поэтому тут важно, что он не конфликтовал Браам Слотов, но ему пришлось расстаться, потому что они не уживались с одной стороны. Они не уживались, да баба. Я предлагаю срочно перевести к второму вопросу. Тем более, я бы субъективно в этом заинтересован. Хорошо? Все. По этим мы подвели черту. Всем спасибо за обсудим. Переходим к следующему. А следующее у нас совсем другое. Андрей, сейчас я, правильно? Я у тебя не отнял микрофон. Итак, у нас такая потрясающая... Вот, Женя, привет, появилась. Женя появилась на экране. Привет. У нас такая потрясающая история, она мне дико понравилась. Она мне дико понравилась. Я хочу вам ее изложить. Значит, это пишет, я уже несколько раз ее цитировал, ее зовут доктор Тамар Мейер, она глава, руководитель, не знаю, Бэтмин, Драша, который называется Кульна. Я видел, Раф Шерки тоже с ними сотрудничает, наши люди, грубо говоря. Вот, еще написано, что она руководит факультетом, кругом, факультетом литературы из такой колледж Гиват-Вашингтон. Окей? Значит, вот она занимается таким потрясным вопросом, сейчас полсекунды, мне-то надо одну штуку сделать. Окей, Сандар Гамур. Хорошо, она занимается таким потрясным вопросом, кто был первым человеком в открытом космосе? как бы, нам известно, да, что первым человеком вроде был по традиции такой, да, не еврейской традиции, но традиции, да, Юрий Гагарин, ну, как бы, не оспаривают. Вот, но тут есть другое мнение. Это я с юмором сказал, но, тем не менее, действительно интересно, смотрите, она, как обычно, она отвечает, вот в этом бюллетене, который я часто цитирую, вот, она отвечает за, как бы, раздел себя восьмидраши. Мне очень нравится ее подход, она берет несколько мидрашей, вот, доказывает некоторую такую экстравагантную интересную точку зрения, а потом все это пересчитывает, как бы, на нашу действительность. Итак, на чем все основывается? Все основывается на, практически на одном стихе, да? Стих говорит, в ее циле, то охуце, и вывел его наружу. Вот у нас тут кейвордс, у нас тут ключевое слово наружу. Вот это вот, на этом наружу все будет играться. Наружу это охуце, как известно, правильно? Окей. Вот, и в Израиле, например, Министерство иностранных дел называется мисрад охуц. Почему? Потому что она снаружи, ну, это как бы дальше. Окей. Итак, раби Йошуа, бешем, раби Леви, говорит, а что вообще? Кимихут слэула муцы? Он что вообще, вывел его за пределы этого мира? Вау! Тут сразу такая планка перется очень высоко, а что он вывел его за пределы этого мира? Да, действительно так. Тут дальше написано на Арамите, да, я попытаюсь прочитать, звучит очень хорошо, я не уверен, что я правильно произношу, но хамам может меня поправить, да? Написано, эле хавэйле шкаки шмая, типа этого. На ивритий перевод такой, он показал ему швеле шамаем, показал ему небесные траектории, небесные пути, в общем, как бы небесную механику, да? Откуда это видно? Дальше сейчас приводится как бы аргументация, да, текстологическая, из источника. Откуда это видно? А вот видно, Мишле сказано, в 27-м стихе Мишле, какая-то у нас, да, 6-я стиха, 8-я глава, 26-й стих сказано, когда он уготовлял небеса, я был там. О-о, я был там, да? И тогда Раф Юда, Барсимон, от имени Раф Йоханана, он говорит, продолжай дальше эту небесную тему, говорит, он его поднял свыше, выше небесной раки, небесного свода, элэуэлэмаламэкипатаракея, ничего себе, и сказал ему, посмотри на небеса, по чем дальше, посмотри, интересно, на еврите посмотреть, по-русски тоже можно по-разному сказать, да, взгляни, посмотри, вот, наверное, что-то на это, есть лирот, да, рээ было бы, в инфинитиве, приказательном, это как бы, рээ, это просто смотреть, а вот эбет, это взглядываться, и тут проводится такая тема, что, когда говорится, эбет, мабад, кстати, это взгляд, такая программа, вот, израильского телевидения, да, новостная, известная, называется мабад, так вот, сказано, эйн эбет, нет, смотри, а всегда только имеется в виду, сверху вниз, а дальше еще такая есть тематика, а еще сказали, навета, ата, ты пророк, вы эйн ата, астрологус, а ты, ты, не астрологией должен заниматься, и вот тут, вот в этом, как бы, наборе, букете, медраше, высказывания, как угодно, обсуждения, это Тамар, да, она разделяет три слоя, которые, мне кажется, очень интересны, и они, как бы, экзистенциально, они тоже, как бы, интересны, как человек может, оставаясь на одном месте, как бы, выйти, куда он может выйти, какие пространства может выйти, да, и так, говорится, что, перед тем, как было такое потрясающее событие, мы все его знаем, да, называется, брит бен аптарим, то есть, завет между высеченными половинами, тех, тех, кто не знает, в одну фразу говорю, известно, да, был заключен, как бы, завет, такое совершенно потрясающее театральное зрелище, даже страшное, я бы сказал, Всевышний заповедует Аврааму взять животных, рассечь их половине, и пройтись между ними, в общем, что-то такое ум непостижимое, да, там огонь спускается, и все такое, это называется известная вещь, брит бен аптарим, и в этом же завете Аврааму, значит, как бы указывается о том, что его сыновья будут египетском рабстве, так сказать, но к нам это не имеет отношения, идея заключается в том, в чем, что тут, мне кажется, связь такая, начинается очень большой вопрос, с одной стороны Аврааму было предсказано, то есть ему бы как бы было сказано, что дальше произойдет, ну и как бы вопрос в том, что насколько человек фатализм, человек съесть судьба, человек знает судьбу, есть предсказания, а что зависит от него, и дальше как бы вся эта тематика, мы туда не ныряем, да, но, 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 вот это как с нами связано, потому что вот этот вывод Авраама, охутся вне чего-то, нам очень важно для того, чтобы понять, как мудрецы, как бы предполагали, что было сказано Аврааму, как он должен относиться к предсказаниям, к расчетам, к определизму, даже в каком-то месте детерминизму, да, так вот, перед этим Брид Бен Афтарим, Авраам находится в состоянии, как бы полного отчаяния, почему, потому что у него есть проблема, у него есть проблема с тем, кто будет у него наследником, и видимо его это как бы, его это очень вводит в депрессию, да, и поэтому Всевышний как бы отвечает на его стон, отчаяние, крик, как бы, а на что мне все эти, на что мне все это надо, если у меня наследника нету, да, он его выводит охутся, как сказано опять в ЮЦУ, то охутся, он вывел его снаружи, и он говорит ему, посмотри наверх, посмотри наверх, да, а дальше известно, посмотри наверх, сочетай звезды, и дает ему такое потрясающее, как бы, заверение, автаха, что вот сколько ты видишь несчетное количество звезд, точно такое же, вот в таком же количестве будет у тебя твое потомство, да, и вот Медраж Раба, про который Эмиль говорил, да, он как раз здесь останавливается на том, каким образом, да, не Гагарин летел в космос, но близко к этому, каким образом Всевышний вывел его наружу, охутся, и как бы, из того, что написано в Медрашабе, следует, что похоже, что Медрашаб предполагает, что все это действие не происходило внутри этого шатра, или поблизости с этим шатром, да, и тогда напрашивается вопрос, если это не происходило физически, как бы мы могли понять, что, как сказано по-простому, он его вывел из этого шатра, напрашивается вопрос, а где же он был, да, и Медрашаба как бы сам спрашивает, вы кио ци мехут с лео лам, а что же он вывел вообще за, вне этих миров, и Медрашаб как бы просто отвечает, да, говорит, да, вывел его, и вопрос только заключается, то есть он как бы Медрашаба говорит, в этом даже нет никакого вопроса, очевидно, что он его вывел в другие миры, вопрос только заключается в одном, как технически это было сделано, да, итак, у нас есть три слоя, каким образом он его вывел, вот это очень интересно, те из нас, которые философи, и не знаю, занимаются медитацией, наверное, эта тема им будет близка, да, итак, первое, мнение говорит, что он его вывел взглядом, то есть как бы речь идет о том, что человек может выйти в другие миры, ну так, да, фантастика, да, выйти в другие миры, или выйти из стандартной оболочки, которую окружает, даже при том, что он находится на карке, даже при том, что он находится на земле, то есть физически никуда не летал, но при этом тем, что он поднимает глаза кверху, он как бы душой всем своим существом, он переходит выше ракеи, выше небесного свода, и дальше, второе мнение заключается в чем, оно еще дальше развивает эту тематику, и говорит, нет, Всевышний вывел Авраама, написано, Латиюль-Бахалаль, вывел его на экскурсию во внешний мир, ну типа как Гагарина, да, надо небесном раке сводом, и оттуда, да, он ему показал, сказал, смотри, сверху вниз, а дальше есть такое очень интересное выражение, оно на иврите очень часто говорится, звучит так, это говорится стандартно, сейчас скажу, в каком контексте, прямой перевод такой, то, что видно отсюда, не видно оттуда, да, по-русски это как-то звучит так странно, но идея в том, что человек, когда он находится в одной ситуации, он представляет себе вещи одним образом, а он находится в другой ситуации, то он те же самые вещи, он представляет по-другому, значит, в скобках скажу, что у нас обычно эту классическую фразу произносят, да, когда человек, который обещал кому-то избирателям, или типа, да, он обещал сделать, а, вот, а потом он получает какой-то пост, и все, ему говорят, ну, а почему, что ты не сделал, он начинает объяснять, тогда стандартно, стандартно, человек, который говорит, берет у него интервью, он говорит эту вещь, либо человек, которого берет, он интервью, он эту грязь произносит, а дворим ши роем ми полу, роем мешам, все, так говорили про Шарона, когда он говорил одно, а потом делает знания из Гушкатифа, говорили про Исхака Рабина, когда он говорил не спускаться с Рамата Гулан, это все время одно и то же, все время одно и то же, мы возвращаемся к Аврааму, да, окей, и так, теперь дальше, у нас еще есть третий слой, а третий слой тоже интересный, а третий слой говорит о выходе, как бы, сознательным, подсознательным, то даатит называется, в чем оно заключается, заключается в том, что можно предположить, что Авраам, как бы, исключить две возможности, первое, что он стоя на месте смотрел вверх, второе, что он физически находился в других мирах, а вообще по-другому, ему было сказано, что ты должен изменить свое сознание отношений, и таким образом переменится, как бы, и переменится твое отношение к действительности, ему было сказано, а та нави, ты пророк, а не астролог, астролог, как бы, понимание человека, который занимается вычислями, для нас астрология тоже что-то типа мистики, для меня, во всяком случае, да, но в данном случае, в этом контексте астрологии, в смысле, некто детерминизм, да, как складывается ситуация, так ему сказано, что ты выше этого, ты находишься на уровне, как бы, того, кто находится в прямой связи с тем, кто определяет существование, поэтому ты не должен смотреть глазами астролога, а ты должен смотреть глазами нави, да, дальше продолжается, говорится такая штука, а вот Медраж продолжает, интересно, эту тему, и говорит, что потомки Авраама, они практически смирились и подпали под вот такой взгляд детерминистически, астрологически, во времена Ирмияу, почему, потому что во времена сказаний, Медражаба говорит, во времена Ирмияу, евреи, бнеисраэль, да, они как раз хотели, вот, подпасть под такой метод понимания мира, да, а им Всевышний не дал, почему, потому что в Ирмияу сказано, так сказал Господ, не учите, не учитесь пути тех народов и не страшите знамение небесных, как боятся их те народы, и это означает, что уже со времен Авраама, да, Всевышний, как бы просил, говорил, указывал ему, что ты не просил, правильно тебе поступать и сходить из точки зрения понимания мира детерминистического, у тебя понимание мира должно другого, очень красиво приводится еще такое, как бы, пояснение, да, опять, тут написано на Арамите, говорю, звучит очень красиво, надеюсь, что я не сильно, не сильно искажаю, как я должно говорить правильно, от сандла бриглых дрос кубе, на великолепе звучит так, а при чем это здесь, а это вот при чем, это означает, что когда ты сверху смотришь вниз, да, или когда ты чувствуешь себя пророком, то это как будто у тебя есть сандали, а эти кохавин, это типа как коцин, поэтому ты в степени того, кто обладает таким инструментарием, что ты можешь на них ледрок, в смысле не соотноситься с ними, ну, а дальше, как бы завершая, да, вот это красивое построение, Тамар говорит, таким образом переходит к нашей действительности, интересная штука, и говорит такой вывод, ну, вот смотрите, и как бы в наше время, в наше время, да, и совсем современной истории, как бы коронавирус, возьмите что угодно, и в более дальней еврейской истории, когда ситуация была совершенно непредсказуема, совершенно непонятна, и рисовалась совершенно по-другому, так как она видится сегодня, да, значит, были и те, которые видели по-другому, и поэтому как бы общий посыл, он такой, что правильно, правильно смотреть на действительность, при том, что ты учитываешь, да, этот детерминизм, и фактаж, и все, что происходит, как бы физику действий, но при этом важно, как Авраам, лацетахутса, лацетахутса, выйти одним из этих трем способов, и посмотреть на действительность другими глазами, глазами, которые смотрели пророки, и тогда это действительно, что она будет представляться по-другому, и тогда, тогда возможности, люди будут действовать в соответствии, вот, как бы, с этими позывами, тогда они будут сами изменять эту действительность, но мне кажется, я вас не сильно, как бы, запутал, вот это то, что я хотел сказать, окей, есть вопросы, Небольшие дополнения можно по поводу астрологии, и науки, и детерминизма, очень кратко, это так нам кажется, что это мистика, на самом деле, это, конечно, не мистика, может быть, это лженаука, я не знаю, но по своей структуре, по своей природе, астрология, это способ вычисления определенных вещей, исходя из определенных правил, и, к примеру, в древнем Месопотаме, как известно, там все было очень научно, поразительно научно, они поступали, они разрезали животных, всяких этих жрецов, месопотамских, смотрели, какие отклонения есть у них в физиологии, и писали это в один столбик, такого-то числа отрезали, такого-то животного, кто-то увидели, увеличение печени, я не знаю, а в другом столбике писали события, которые происходили, у царя родилась дочка, волнение в какой-то там губернии, и так далее, и так далее, и вот они создавали такие связи, смотрели, какие знаки существуют в реальности, и на что они показывают, настоящий научный подход, как мы делаем какой-то опыт физический, смотрим на результаты, они таким образом пытались установить закономерности нашего мира, что у них своя идеологика к этому была, но просто вот такие вот подходы, они были известны в древнем мире, и весьма возможно, то, что сказал Аврааму Всевышний, что из этого надо выйти, это не... Окей. Гриш, я знаю, что ты хочешь сказать, одно слово я забыл, у нее это не написано, а мне это пришло в голову, мне кажется, что вот это свойство Авраама, на самом деле, оно просчитывается, видится в современных израильтянах, я не раз слышал такое мнение о том, что вот израильские стартапы, высокие технологии, что очень зачастую, то, что они пользуются успехом как бы в мире и хотят, значит, заключить договор, в общем, как-то договориться, привести к себе этих специалистов, израильтян, очень часто, очень часто, да, почему, а дальше такая фраза, вот у нее этой фразы нет, но она очень, очень похожа, называется Лахшов, Михусла Кувса, я не знаю, это перевод с английского или нет, по-русски это переводится так, думать внутри, вне коробки, out of the box, да, я не знаю, по-русски не знаю, может, так нельзя сказать, хотя тоже интересно, почему так мне сказать, что, может, всю жизнь был бокс таким этим, что из него просто нельзя выйти, ну, неважно, это я в скобках говорю, но вот это вот выражение, Лахшов, Михусла Кувса, это очень, очень, очень часто, это даже как бы некоторая мота жизни, о том, что обязательно, обязательно, очень важно, очень важно смотреть на вещи, не так, как они представляются, как бы физически, а действительно, и вот в каком-то смысле, Аврааму было сказано, Наташов, Михусла Кувса, окей, Гриш, ты хотел что-то сказать? Нет, сейчас пока не хотел ничего сказать, окей, ну, хорошо, мы можем плавно перейти к Андрею, да, еще, может быть, последнее, то, что я вспомнил, тоже знаменитая фраза, да, которая приписывается Эрцелю, которая говорится, Инкерцу Энзу Агада, ну, тут как бы немножко эмоционально, если вы захотите, то это не станет неосуществимым на уровне Агады, либо фантазии, либо что-то этого, вообще, вот эта вот идея, что человек, как бы, думая о чем-то, или представляя себе что-то, он находится не снизу, а сверху, и когда он находится сверху, то он как бы перерабатывает то, что внизу, действительность, под себя и под свою фантазию, делает ее реальность, вот такая идея, окей, да, а что, мы рождены, чтобы сказку сделать были, такая идея была, Тов, ну, хорошо, Андрей, мы плавно переходим к тебе, сейчас, секунду, ты тоже кончил, это самое, ребенок, звоните, я им сейчас перезвоню, Тов, окей, хорошо, Андрей, я тебе делаю кохвостом, и передаю шарвид тебе, кохвост, окей, замечательно, я много говорить не буду, я хотел бы обозначить проблемы, услышать разные мнения, и так мы читаем в начале главы, лех, леха, о первом обращении Бога к человеку, и первое, что он говорит, что человек должен выйти из той среды, в которой он находится, Абрам, соответственно, находится в какой-то культурной среде, там, в каком-то народе, да, зачем нужно выйти, ну, понятно, чтобы избавиться от влияния вот этой среды, чтобы она не засоряла эфир, потому что человеку, Абраму, то есть нужно построить как раз связь, да, со Всевышним, и потом в итоге это не является самоцелью, вот это вот отделение, да, потому что ему нужно построить народ, который уже будет потом влиять, влиять на все остальные народы, но пока он его строит, этот народ должен находиться в таких неестественных, как бы, лабораторных условиях обособленности, вот эта тема отделения от влияния окружения, она постоянно, и в Торе звучит, да, когда они возвращаются там в конце на землю, из Египта им сказано уничтожить все народы, и в истории мы потом видим, что евреи жили обособленно, то есть они построили себе такой ковчег, ковчег, да, из Сторы и Аллахи, да, и когда они жили в Гауте, например, они даже отделялись от природы, то есть не занимались, ну, по крайней мере, в наших европейских странах, сельским хозяйством, да, то есть какими-то такими, торговлей и так далее, и это все удалось, то есть был построен народ, вот, и народ теперь живет на своей земле, и оказывает влияние на человечество, и мы через этот народ получаем, мы, то есть на иноах народа мира получаем то самое послание, фактически от Всевышнего, которое получил Авраам, и теперь у нас как бы большой серьезный вопрос, потому что мы тоже находимся в среде своих народов, да, и как мы должны действовать, то есть Аллахи такой, отделяться там от них у нас нет, и, насколько я понимаю, быть не может, поэтому мы должны это как-то сами решить для себя, но проблема эта постоянно возникает, потому что мы, например, не можем брать пример с еврейского народа в этом плане, что отношение еврея с его народом и бен-ноаха с его народом, это совершенно большие разницы, потому что, что значит, когда, ну, если послушать рассказы Баалей Чува, да, когда там евреи полностью ассимилированы, забывшие обо всем, возвращаются к Богу, очень часто это начинается с того, что он приближается к своему народу, он начинает учить язык, учить историю народа, просто встречаться с такими же, и это его приближает, да, для нас это очень странно, но это работает, потому что это народ святой, да, когда он начинает там учить, там какие-то слушать песни, слушать танцы, в итоге он выходит на связь со Всевышним, да, у нас же это совершенно не так, если там человек, там Бен Нуах или нет, из другого народа, начинает увлекаться там историей своего народа, это вовсе не обязательно, не приведет его к Богу, а то и дай Бог, не дай Бог наоборот, да, он становится, ну, крайняя форма, да, это он становится националистом, что фактически является разновидностью идолопоклонства, да, и где здесь найти свою там среднюю линию или нет, я не знаю, Бен Нуах, да, потому что, ну, например, человек живет в каком-то народе, и его народ решает там свергнуть, значит, диктатора, который этим народом правит, да, и насколько этот человек должен соотноситься с вот этими задачами, которые сейчас перед его народом стоят, да, с одной стороны, это там светлая там идея борьбы за свободу, да, а с другой стороны, это может быть какие-то движения, там массово бессознательного, и в конечном счете какие-то там дрязги между вот этими сарами, да, которые управляют народами, ну, и есть масса там других, например, человек, ну, мы живем в такое интересное время, живет, принадлежит к народу к одному, но живет в другой стране, да, и тут, значит, страна его, которой народ там забирает, как бы область, в которой он живет, присоединяет к себе, да, и там, с кем он должен соотноситься, со страной, в которой он жил, или с народом, который присоединил его образ, его область, да, к себе, и от этого возникает там, в общем-то, в наше время, да, масса военных конфликтов, между нами возникают диалоги, да, и на политические темы, которые приводят к каким-то проблемам, да, которые, например, в чем, что Бен Ноах там говорит, что там оскорбили мою страну, то есть он чувствует оскорбление за свой народ, да, то есть получается, что он ассоциирует себя со своим народом, то есть он не совершил вот эту работу лех-леха, потому что он чувствует это на себе, да, и дальше он уже вступает как бы в компликт, в другим Бен Ноахом, но это конфликт, не двух людей, это конфликт уже вот этих двух как бы народов, там их менталитетов и так далее. Ну вот у меня, собственно, и вопрос, да, кто как думает, где вот эта грань, насколько нужно отделяться, нужно ли, или некоторые говорят наоборот, нужно там найти национальную идею своего народа, помочь своему народу ее найти, и это приблизит в конечном счете, как бы принятие моим народом тора и заповеди и так далее. Можно тогда я, Андрей? Да, конечно. Я тут немножко приготовил, тоже маленький такой спич, но я постараюсь покороче. Хорошо. Вот, ведь если мы посмотрим на Танах, то там очень много места уделено политике. Не только в том смысле, что, допустим, борьба за власть, за престол и наследие в еврейском государстве, но и политика в том смысле, что устройство общества, справедливое устройство, несправедливое, и речь идет не только о еврейском государстве, но упоминается и Сдом, и Египет, Вавилон, Персия, многие другие страны. Вот. И все время проводится идея, что между народами и Всевышним существует определенная связь, что судьба данного общества зависит от того, насколько оно морально, насколько в нем морально-политическое устройство, и в конце концов заповедь о суде. От этого уж никуда не денешься. А суд, в сущности, это стержень политической системы. Вот. И идея о том, что в эту сферу тоже нужно нести святость. То есть вот это вот мнение, что политика грязное дело, вот здесь ответ такой, что грязных дел нет. Нет ничего грязного и чистого, так сказать, абсолютно. А во все нужно нести святость. Я сейчас понимаю, что время это самое дорогое, сейчас постараюсь быстренько. Была очень интересная лекция Рава Хаскина, буквально неделю назад, тоже посвященная вот этой же главе. Называлось «Мы, белые вороны. Знак вопрос». Вот. Он говорил о том, что в еврейском народе вот этот нон-конформизм, нежелание маршировать вместе со всеми, так сказать, по указке диктатора, вот желание до всего доходить своим умом, что это как раз национальная черта, и она берет начало именно с Авраама, с того, что он пошел против вот этого мейнстрима идолопоклоннического. И поэтому не случайно очень многие евреи участвовали в политической жизни тех стран, где они живут. Хотя сейчас сионизм утверждает, и, на мой взгляд, правильно, что этого делать не следует, что евреям следует самореализовываться в своем государстве, а таким образом можно только антисемитизм спровоцировать. Но вот как раз, что касается Бнейноах, то мне кажется, что как раз-таки очень важно, чтобы они это делали, чтобы они заявляли и выражали свою гражданскую позицию. И в конце концов, это, ну, во-первых, действительно, как мы уже говорили, это связано с заповедью об устройстве справедливого суда, честного суда, потому что понятно, что для этого должны быть условия. При некоторых государственных устройствах такой суд просто невозможен. Вот. А во-вторых, если уж на то пошло, помогать евреям, если можно так выразиться, давайте вспомним историю Горбачева. Горбачев вообще, в сущности, когда начинал свои реформы, я думаю, что он меньше всего думал об дипломатических отношениях с Израилем и о том, чтобы разрешить репатриацию. Но это произошло само собой, просто как следствие именно тех реформ, которые он проводил, демократических реформ. Вот. Хотя, конечно, я вижу здесь и такую опасность, что общины в Найновых еще очень маленькие. В некоторых странах или городах это вообще еще не общины, а просто отдельные люди. А политические взгляды у всех могут быть разные. И если начнется раскол по этому поводу, здесь тоже нет ничего хорошего. Вот. Собственно, моем мнении. Но я просто имел в виду, что если есть желание перенимать от евреев что-то хорошее, что-то позитивное, то в том числе и эту черту. Вот эту вот постоянную активную гражданскую позицию. Может быть, даже излишне активную. Но опять же, тут есть разница между евреями. Есть Яков, есть Исраиль. Есть вот Яков, который, с одной стороны, когда он жил в Галуте, я имею в виду Яков, тут жил в Галуте. С одной стороны, там были религиозные, которые закрывались от всего. И были светские, которые вмешивались в политику. И выясняется потом, что они зря туда вмешивались, потом евреям же за это и доставалось. Но есть другое. Есть Исраиль, который как раз и должен, ему так, такова его миссия, вносить в политику святость. И он это делает уже как государство, как народ, живущий на своей земле. Ну, а на кого нам ориентироваться, это вопрос.